Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава Иова. Читаю свой перевод с небольшими комментариями для портала Экзегет. Вот здесь Иов отвечает на первую речь Илифаза, жесткую речь, очень злобную речь. Иов, его друг, уже, кажется, бывший, обвиняет Иова в том, что он был самым жестоким угнетателем, притеснителем, зато и страдает теперь. И говорит ему, да помирись ты с Богом, вот вложи его слова в свое сердце. Вот, вы знаете, если бы я был Иовом, не дай бог, конечно, я бы ответил Илифазу, что ж ты врешь-то при меня, ты докажи свои обвинения сначала, потом говори. Иов как будто не замечает обвинения Илифаза. Странно, да? Его обвинили в том, что он притеснял там вдов, сирот, нищих, что все его богатство высосано из честных, простых людей. И за это он теперь получает наказание по заслугам. А Иов не начинает спорить вот об этом. Хотя потом он скажет, что вообще-то он праведный человек. Но он обратил внимание на главный аргумент Илифаза, помирись с Богом. Вложи его слова в свое сердце, все у тебя будет хорошо. Иов отвечает, да я бы с радостью. То есть его боль не про то, что его несправедливо обвинили. Любой человек возмутится такому обвинению. Но его боль в том, что он не может восстановить этот разрушенный союз. Он не знает как. И Илифаз своими словами, собственно, еще раз ему об этом напомнил. Так отвечал Иов. Мои жалобы по-прежнему горьки. По тяжестве его руки я вздыхаю. Если б знал, где его найти и как пройти к его жилищу, я бы дело свое ему поведал, жалобы высказал сполна. И узнал бы, что он мне ответит, и понял бы то, что он скажет. Смотрите. Все они говорят о величии Бога. Но друзья обычно говорят о Боге как о некой абстрактной высокой силе. А Иов так по-домашнему. Да я бы в гости к нему пришел на чаек. Ну ладно, чая тогда не было. На вино с водой. На, не знаю, легкий ужин. И сказал бы ему, как я мучаюсь. И он бы, наверное, что-то мне ответил хорошее. Да вот Иов хочет с Богом дружить. Он хочет быть ему близким. А друзья все говорят о Боге как о бесконечно далеком, высоком и слишком таком праведном, слишком гневливом божестве, чтобы вообще к нему приближаться. А для Иова он свой бы был. Да вот как пройти к нему? Судился бы он со всей своей мощи? Нет, он бы ко мне прислушался. И там честный. Мог бы с ним поспорить. И я бы справедливости добился. Слушайте, вот это потрясающие слова. Бог всесилен. И вот что он будет на меня давить? Вот я, мошка такая, приползу к нему, а он меня прихлопнет? Да нет, конечно. Он бы прислушался ко мне. Вы меня не слушайте, говорит он друзьям. А Бог бы прислушался. Другое дело, что я к нему пробиться никак не могу. Вот эта уверенность в том, что Бог это не столько могучая сила, которая наказывает, сколько кто-то очень близкий, кто выслушает и пожалеет всегда, что бы ни было. Вот это удивительный урок книги Иова. И когда потом Бог скажет, друзья говорили не так верно, как Иов, ведь, наверное, как раз об этом. Но пойду ли на восток, его там нет, и на западе его не встречу. Решит ли, что на севере, нам не видно. На юг ли повернет, я не замечу. Зато мой путь ему известен. Меня как золото в горниле испытают. Ну, то есть плавят золото или руду, выплавляют из нее металл, бросают в горнило огненную печь, а оттуда вытекает потом чистый металл, а шлак там сгорает или остается. И его испытание, это вот, собственно, именно это и есть. По его стопам я шаги направляю, следую его пути неуклонно. От заповедей его не отступаю, берегу его слова в своем сердце. То есть это-то я все сделал, но я по-прежнему от него далек. Он один решает, и кто спорит. Поступает он как захочет. Миру мою он доверху наполнит. Много такого у него в запасе, ну, то есть всех этих страданий. И для Ивы действительно страшно не то, что у него испытания всевозможные, боль, потери и прочее, а что изменить, то он ничего не может, и с Богом договориться не может никак. Поэтому я его и страшусь, едва подумаю, прихожу в трепет. Бог леденит мне душу, всесильный меня страшит. Если б я мог во мраке сгинуть, если бы тьма легла мне на очи. Вновь он хочет умереть. То есть, ну, здесь еврейский текст совсем непонятен. Конъюнктура еще есть. Другой вариант. Все же я не сгинул во мраке, тьма еще не легла мне на очи. Но общий смысл это, конечно, про смерть. И вот смерть это в том числе повод задуматься о происходящем, повод попытаться хоть что-то уладить с Богом, каким-то образом изменить эту судьбу. Иов не знает как, не понимает этого совсем. И от этого ему тяжело. В 24 главе он продолжит эту тему. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok